Плюс Оптимистович сегодня хотел поведать о своей системе. Система тотального позитива, которая бы перевернула прежние представления об устройстве мира и сделала бы его, вот как у нас сейчас выражаются, однополярным. То есть, чтобы не было этих проклятых колебаний от хорошего к такому же плохому. Вроде как равновесие нужно соблюдать. А люди-то страдают, подумал Плюс Оптимистович. Ну, первое, что он сделал, это ввел понятие плюсицета. Плюсицет, но никакой не минусицет. Это мы, так сказать, выносим из этого нашего позитивного, оптимистического мира и оставляем только Плюси Цет. Как с утра вы попили кофе, ну, может быть, что-то в этом духе и стали такими оптимистично непробиваемыми, добрыми, хорошими. Ну, к вечеру у вас, может быть, будет какая-то усталость. Это понятная реакция. Но эта усталость не какая-то проблемная, она естественная. Ну, просто человек уже хорошо прожил день, отдал свою энергию в нужное для позитива направление, и всё прошло как надо. Конечно, он был восхищён, что он собственными руками сможет создать вот этот вот сверхоптимистичный мир или сверхоптимистический мир, где не будет страдания, горя, слёз, боли и вообще всего неприятного, и будет только одно доброе, приятное. И как-то вот ему даже и не верилось сначала, что вот можно мир такой создать, ведь мы же не привыкли к такому тотальному позитиву. Но, что называется, будем открывать новые миры. На то Бог нас и создал, чтобы мы это делали. Не все могут, конечно, организовать свой мир, мир плюсицета, но мощные маги на это способны. И у них, конечно, есть для этого уже внутренние возможности, которые достаточно выросли до того, чтобы это осуществить. Вот представьте, все радостные, все настолько счастливые, не озабочены ничем, ни одна тень какой-то там негативной мысли, таких уже нет, не мелькнет на лицах этих прекрасных людей. Но, наверное, всё-таки мы к этой картинке стремились, и, наконец, плюс, наш плюс сделал этот мир. Просто взял и осуществил давнишнюю мечту человечества. Ну, а что, если человечество уже изобрело коммунизм, точнее, наверное, его припомнило с золотого века, то почему бы не создать мир плюсицета? Конечно, чисто философски рассуждая, этот мир плюсицета где-то породит мир противоположный, но не здесь. Будет, наверное, и мир минусицета. Ну, какое нам дело до этих следствий, ведь они вынесены за пределы нашего мира плюсицета. И вот всё позитивно, Бог следит, чтобы не было никаких трений, не было никаких сомнений, а была радостная улыбка и полное счастье. А вот они влюблённые, видите, они влюблённые, и у них всё хорошо, между ними нет несогласия, нет непонимания, нет обмана, лжи. И своим родителям они только говорят хорошее, да и плохого-то и нет. Это же, не забывайте, это мир ведь тотального, позитивного строительства нового, счастливого будущего. Нам знакомы идеи коммунизма, как я сказал, подумал Плюс. Знакомы, знакомы, и чем же отличается коммунизм от плюсицета? Коммунизм – это всё-таки идеологическое построение, которое связано с определённой программой, а плюсицет – это просто стихийное такое образование всемирное, которое не нуждается в декларировании своих ценностей. Оно, это общество, собственно, и не знает другого. Ему не с чем бороться и незачем. Этот мир закрыт от другого начала, которое, конечно, я думаю, где-то прорастёт, и в этом некрасивом мире минусиц – это. Конечно, неуютно бы было жить, но это не наша проблема. Проблему решит Бог, Он знает, Он понимает, но Он нам даёт творить по нашим лекалам свои миры. Вот мы выдумали такой мир, и он от коммунистического отличается отсутствием всякой идеологии. Просто стихийное восприятие хорошего, как основного и не терпящего ничего другого, противоположного. А вы скажете, а вот без контраста как-то и неинтересно основное хорошее качество мира воспринимать. Ведь люди даже как бы и до конца не оценят те блага, которые сейчас перед ними развертываются, которые имеются. Ведь они же не знают, что есть другое. Ну, мало ли чего человек не знает. Есть миры, будь здоров, Вася, не горюй. Демонические, где там что створится, это лучше не описывать. Зачем? Да мало ли что еще есть. Все есть, но наша задача строить светлые миры. Не так ли? Не так ли? Так. Вот. И теперь вот плюс и цет, конечно, нуждается в небольших каких-то дополнениях словесных. Это не идеология, это разъяснение для всех остальных. Вот попали бы они сюда, и что же они бы увидели? Что есть не только плюси цет, но и люси цет. Ну, мы знаем имя, допустим, Люся. Вот люси цет. Люс. Что такое люс? Ну, вы сами там не можете сказать, что такое люс? Не можете. А юс? Юс. Буква древнерусского алфавита. Там был большой и малый юс, а люс это с любовью поданный юс. Ну, нечто таинственное, непостижимое, но это источник вечного наслаждения люс. Вообще, люс, он еще связан со словом людус. Людус. Игра. Людус. Вот люди это игроки, так сказать, поэтому они тоже имеют этот корень лю. Д. Понятно, да? Люси цет. Ну, конечно, здесь д где-то включается, где-то не включается, но лю вообще всегда это очень любовное начало. Очень светлое и эротическое, не скроем. Оно говорит о светлом эросе наших древних предков славян. Итак, люси цет. Это игра, любовная игра, которая связана с позитивнейшими чудесными переживаниями. Потом идет, конечно, юси цет. юси цет. Это понятие без следующей буквы слева. Юси цет говорит уже о юсе, так сказать, старинной букве, значение которой мы не собираемся здесь раскрывать, потому что мы же не языковеды, чтобы копаться в этих глубинах старинных. но юси цет это некая юстиция, но беззубая. Там нет буквы Т, которая говорит о твердости, твердо. Нет. И получается, что это беззубая юстиция, юси цет. то есть в этом нашем мире, сказал Плюс, есть, понимаете, потребность все-таки учить людей быть вперед предусмотрительными в своем позитивизме и не выбиться из нашего мира, что возможно только в случае крайних эксцессов. тогда человек выпадает как раз ровно в противоположный мир минуси цет. И вот чтобы предупредить такие неприятные выпадения человека отсюда, конечно, существует юси цет как наставление о границах хорошего, о границах безгранично хорошего. здесь явно оксюмарон уже вошел, и в то же время, если оксюмарона нет, то и поэзии нет. Оксюмарон это есть сочетание двух ровно противоположных качеств, которые присутствуют вместе, но все объяснить в оксюмароне невозможно, он обладает тайной и полнотой охвата мира, то есть это как бы запредельное чувствование, что если ты вдруг каким-то образом пошел против вот этого строя мысли и строя души, и строя сердца плюс и цета, то ты можешь выпасть страну или мир, даже это можно так и так трактовать, но это мир не дай бог называется, мир минус и цета, и вот юси цет, то есть беззубая юстиция, она все-таки есть, она превентивно настраивает людей на то, чтобы они пребывали в этом раю плюс и цета как можно больше и использовали все его прекрасные чудесные возможности. Дальше идет си цет, си цет, ну си это то, се, си, а цет, цет это вообще-то буква, вы знаете, последняя буква алфавита, да, и цет, ну что можно о цете сказать, цет это ну как бы та граница, которая существует в безграничном мире плюс и цета. И конечно здесь всегда какие-то возникают ну как бы проблемы в объяснении, как это в безграничном мире плюс и цета все-таки есть край. Ну это край горизонта, понимаете, вот горизонт он ведь тоже безграничен, если мы идем горизонт уже другой, и мы в общем-то все постигаем, идя по кругу, по кругу, а скорее всего по шару планеты. Точно так же и здесь, что это понятие не абсолютное, на самом деле границ нет, но если мы стоим, то мы видим горизонт и границу, которая исчезает, если мы идем вперед и продвигаем наш мир горизонта, то есть постепенно все раскрывается, но если мы очень долго будем идти, то мы придем к тому же с чего начали. То есть мир безграничный, но границы как бы существуют мнимые, и вот учение о мнимых границах это сицет, то есть у вас все равно безграничное счастье, но вам кажется, что граница есть, но если вы будете двигаться и развиваться, то эта граница будет отодвигаться вплоть до прихода к такому же состоянию, если идти бесконечно долго. То есть вот эта философия безграничности счастья, она здесь должна быть и она есть. Сицет, знакомьтесь, и цет. И цет, ну, сами уже, наверное, вы догадались, что это небесная граница, небесная граница, то есть не граница земли, горизонт, а граница неба, и здесь уже то же самое, что в Сицете, но на уровне небесного. То есть вы все время видите границу, но если вы будете двигаться вперед, то граница будет другая. и в отличие от первой границы Сицета, Ицет показывает, что небо безгранично во многих направлениях, и где бы вы не были, и куда бы вы не смотрели, вы смотрите в безграничность, и окутываем мы этой безграничностью, это небесный Сицет, который называется уже просто Ицетом. Ну, далее философию мы раскрывать не будем, потому что это будет очень как бы занудливо. Зачем? Мы же пришли в прекрасный мир, надо наслаждаться и поменьше окунаться в наши ну, такие очень щадящие схемы, потому что не надо забивать голову, она должна быть абсолютно свободна для радости, счастья и вечного мира. Так Плюс закончил свое объяснение, и мы ушли удовлетворенными. Аминь. Продолжение следует...